Проспект Масленникова соединяет два крупных городских маршрута – Московское шоссе и улицу Новосадовую. В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» участок обновляют от улицы Мичурина до поворота на Новосадовую. Здесь к открытию филиала Тресяковской галереи создают удобство и комфорт как для автомобилистов, так и для пешеходов. На 98% готово устройство выравнивающего слоя и устройство верхнего слоя. Это площадь 12750 метров квадратных из 12900. Остальные виды работы у нас готовы на 100%, такие как устройство тротуаров на площади 5500 метров квадратных, устройство парковок на площади 800 метров квадратных и устройство газонов на площади 2800 метров квадратных. Еще один важный маршрут вблизи фабрики кухни – улица Луначарского. На ней также ремонтируют дорожное полотно и тротуарную часть. Рабочие уже положили новую плитку, установили пандусы для колясок и малобобильных граждан, поставили новые дорожные знаки и фонарные столбы для освещения территории. По оценкам подрядных организаций, обновление проспекта Масленникова и улицы Луначарского находятся на финишной прямой. Сейчас выполнено порядка 90% объемов работы. В первом сентября будет 100%. Это и проезжая часть, здесь на Масленникове было порядка 10 тысяч квадратных метров покрытия. Это километр 600 метров. И плиточное покрытие, и газоны, и схема УДД. Все работы выполняются в срок. Следят за ходом ремонта и общественники. Павел Покровский считает, что от открытия филиала Третьяковки внутри фабрики кухни и от ремонта сопутствующих участков дорог на проспекте Масленникова и улице Луначарского зависит развитие внутреннего туризма. Как человек, который с искусством на «ты», он убежден, что в филиале должны выставлять свои картины и самарские художники. У нас в центре Самары появился такой новый замечательный культурный объект, как новая Третьяковская галерея, ее филиал в Самарской области. И мы сегодня очень легко по отремонтированным дорогам на развитом общественном транспорте Самарской области можем сюда приехать, привезти своих гостей, знакомых и близких. Уже в первом квартале 2022 года в здании бывшей фабрики кухни завода имени Масленникова откроется филиал Третьяковки. По плану реконструкция здания завершится к концу текущего года. Также, помимо улучшения дорожной инфраструктуры, позаботились о том, чтобы возле галереи был благоустроенный сквер. Работы на его территории идут сейчас синхронно с дорожными, но по другому нацпроекту – жилье и городская среда. Михаил Гермоленко, Максим Гусев. События.